Обстановка была такая, я как вам уже и сказал, потому что власть, я не политик, я политикой не занимаюсь, но власть была идиотская абсолютно, она сама себя погубила. Потому что власть, значит, вот смотрите, пятерка комсомольских писателей, Аксенов, Войнович, Гладилин, Анатолий Кузнецов, Георгий Владимиров, она из них сделала пятерку оголтелых антисоветчиков и диссидентов, значит. Потому что, когда вышел роман Аксенова «Звездный билет», который вся страна прочитала, они его стали громить идиоты, что, значит, про золотую молодежь, там, значит, на жаргоне молодые люди говорят, а как им разговаривать, интересно было. Так вот, они бы вдумались в сюжет этой вещи, значит, там московские такие приблокненные ребята, значит, вся страна едет строить ГЭС на восток, значит, которая, как сейчас выяснилось, от них один вред там в Сибири, значит, ну это так, в сторону. А эти, им плевать на это все, они не хотят ехать на восток, а едут на запад, именно в Эстонию, так. Но в Эстонии они познакомились с рыбаками передовыми, бригадой коммунистического труда, и когда они проигрались и там в карты, и денег у них не стало, они поступили с рыбаками обычными. И они перековались, так вот в чем дело, им понравился труд, значит, все, это роман-то комсомольский, и они стали положительными персонажами, оставивши все свои любовь к джазу, там, любовь к сленгу, к западной литературе, все. Так вот, за это надо было Аксенова по голове гладить, а не пускать, что он что-то написал, вместо того, чтобы написать что-нибудь положительное, про звездных мальчиков написал. Кервин появился «звездные мальчики», так и стихотворение поэта-орденоносца Грибачева было «нет мальчики», понимаете, в чем дело. А там абсолютно советский конец, потому что он смотрит в небо и вспоминает погибшего своего старшего брата, под влиянием которого он находился, а брат космосом занимался и погиб при испытаниях, понимаете. Вот. И, значит, то же самое, ведь забыли, что Войнович написал заправленные в планшеты космические карты, гимн космонавтов, под которые вручали Гагарину там чего-то, так, понимаете. Ну и так далее. Так вот, и не печатали не потому, что там антисоветчина была, там не было антисоветчины в тексте, как их нет в этом альманахе, нет антисоветчины, так. В альманахе Метрополь. Значит, но там это расширение рамок литературы, и такова цель и была у Метрополя. Значит, придумали его, значит, так, сидели, лечили зубы Аксенов и Ерофеев, значит, разговор примерно, я там, поскольку не присутствовал, примерно был такой. Аксенов говорит, ну, в общем, кто-то из них говорит, хорошо бы нам еще один журнал какой-нибудь сделать, и на Западе напечатать то, что не можем здесь напечатать. А кто-то из них говорит, а зачем, давай здесь сделаем. И так возникла идея альманаха Метропа, я был как в России, все на троих соображают, так. Я был третий, и потом тоже привлекли Андрея Битова и Фазири Искандера, так. Это идиотизм писать, что какой-то диссидентский сборник, ничего этого не было, так. Это литературный сборник, политикой никто не занимался, но сделан он так, как нам хотелось. И печатались те тексты, которые мы хотели, чтобы были напечатаны, так. Начал так громить Элемонарх Метрополь не КГБ, а союз писателей, так. И это типичная история, потому что точно таким же образом, значит, они разделались официальные художники с художниками-нонконформистами. Была позорнейшая бульдозерная выставка. А перед этим они позвали Хрущева. И Хрущев, когда увидел работы Эрнста, неизвестного там, Жутовского, он пришел в ярость просто, значит. Обозвал их всех пидорасами, значит, так. Причем это не соответствует известному слову, потому что это не имеет к нему никакого отношения. Значит, то же самое я сделаю. Это все внутри союза писателей было устроено. Здесь, если вот сейчас взять и прочитать, то молодые люди могут сказать, а что они привязались к этим. А потому что необычные темы, необычный подход к ним, к этим темам. Свежая, свежая литература. И особенно они обозрились, я думаю, вот почему. Потому что в альманахе участвовали звезды той литературы, такие как Ахмадулина, например, Искандер, Битов, так. Значит, и участвовали звезды андеграунда, то есть те, про кого поэт говорил, широко известные в узких кругах. И вот это им, наверное, показалось такой взрывной смесью. Значит, как объединились, значит, такие там, как Ахмадулина и Аксенов с какими-то там ребятами из андеграунда. Значит, вот здесь участвовали, вот, как вам сказать, значит, известнейших, вот я уже сказал, Ахмадулина, Аксенов. Значит, промежуточное положение занимали Евгений Рейн, которому было под 50 лет, ни одной книжки не было тогда еще. Значит, Высоцкий, который был известен как Барт, но стихи его не печатали, значит, так. То есть за всю жизнь напечатал два стишка всего, ну, песни. И, кстати, эти, значит, и те искаженные цензуры. Битов, понятно, классик. Вот еще у них был Юс Алишковский, который в это же время эмигрировал. Человек известный на всю страну песней «Товарищ Сталин, вы большой ученый». А в миру был автор детских повестей. Липкин, Лисинянская. Значит, Сабгир тоже, он занимал промежуточное положение. Его оригинальные стихи не печатали, а он был известен как этот самый автор сценария для мультфильмов, которые смотрела вся страна. Вот. Были, значит, неофит Тростников, который преподавал в московском в Миите, значит, так. А здесь, значит, он такой религиозный православный неофит. Мысли перед рассветом, как он пришел к Богу. Метрополь дает наглядное, хотя ничем, что представление о бездомном пласте русской литературы. Значит, это какое, значит, бездомное, там, что такое? Это ложь, клевета. Значит, дальше было. А вот это вы для Запада писали. Вопрос этот, вопрос закономерен в устах человека, не вполне знакомого с некоторыми особенностями нашей культурной жизни. То есть о том, что не дают печататься, это было. Дескать-то для западных написано. Мы-то и сами все это знаем. Так вот было, да? Еще что-то было. Игровое предисловие-то. Все желающие читать приглашаются с чистым сердцем. Просьба воздерживаться от резких движений при переворачивании страниц. А еще, значит, кто-то там завопил. Значит, состояние тихого, застойного перепуга, стремление подогнать литературную, в кавычках, штуку под ранжир. Михаил Алексеев, я помню, говорит, это что-то он говорит. Это что, говорит, сочинение наше, романы, штука литературная. Какая, говорит, вранье сплошное. Экзепартов побывал в ЦК. Вот пометки нестертых цехистов. Причем где-то там я даже, я видел еще, когда нестерты были, даже реплики чуть ли не Зимянина была там. По-моему, на тексте Виктора Ерофеева что. Ну и дописался, мерзавец там все. Потом стерли, тем, как мне его отдавать, по суду, кстати, бумага есть. Значит, это самое, стерли эти заметки. Но дело в том, что сейчас, если отдать в МВД, то криминалисты это восстановят за пять минут. Потому что карандаш там нажимали, там же все это остается. Вот пьеса Аксенова, которая авангардистская абсолютно. Так ничего у меня нет дурного. Ракитин об искусстве пишет. Марик Разовский написал, как у него прикрыли театр. Вы посмотрите, до чего они докатились. Вот, говорит, Владимир Высоцкий пишет. Читает Ока еще по-вологодски. Сыт я по горло, сыт я по глотку, Ах, надоело петь и играть, Лечь бы на дно, как подводная лодка, Чтоб не могли заперинговать. Общий хор. Писает советский. Безобразие, ужас, значит, там все это. Я помню, значит, Высоцкий приходит свои тексты читать, поскольку он знаменитый, то про него и надо рассказать, значит, так. Потому что он к этому альманаху относится, как к родному детищу. А еще бы. Здесь 30 с лишним его песен, стихов. А у него за всю жизнь, я говорю, два всего было напечатано, так. И вот он пришел читать вёстку, то есть то, что еще в одном экземпляре есть, так. Вот он читает, читает, значит, так. Потом говорит, стоп, а как сюда попалась бабье лето? Это Игоря Кахановского. Я говорю, Володя, это не мое дело. Я не специалист по Высоцкому и не Высоцковед. Может, где-то они и есть, сейчас их развилось полно, а тогда-то их не было. Я говорю, вот мне, ты мне дал три книжки, значит, с песнями. Я оттуда и набрал, я составлял эту подборку, значит. Он говорит, ну, это же не мои стихи. Я говорю, а я откуда знаю? Твои стихи, не стихи. И там написано Высоцкий, Кахановского там нет никакого. И, кстати, там я запомнил, это издали какие-то самые ученые люди, чуть ли не из Екатеринбурга или тогда Свердловска или Новосибирска. Там, значит, было прекрасное такое, ну, уже тогда было, сам издат, там написано было, просим властей, не преследовать Владимира Высоцкого за эту книгу, он не имеет никакого отношения к ней. Вот. И стали мы с ним выдирать вот это Кахановского все. Тут как раз позвонил один из людей, называть не буду, кто, разумеется, значит, который дал стихи, а потом немножко струсил. Так, он сказал, ты знаешь, я подумал, я все-таки не буду участвовать в альманах. Я говорю, не будешь, твое дело. Высоцкий спрашивает, а что этот звон, кто звонил? Я говорю, он звонил, не ходит, да не ходит, да и хрен с ним. Мы стали выдирать и эти стихи, значит, там все. Так что, и, кстати, если уж о Высоцком не зашла, я его ни разу не видел пьяным. Он всегда приходил трезвый, участвовал в наших собраниях, во всех вот этих стихах. И вообще замечательный человек был. Когда он первый раз пришел в эту квартиру, где делали альманах, звонок в дверь, я спрашиваю, кто там, Холос Высоцкого, здесь печатают фальшивые деньги. Открывает дверь, появляется, значит. Точно так же пришла. Понимаете, это такая радость в жизни и такой мне подарок Господин, что я с такими людьми и виделся и сотрудничал. Тоже из-за воспринимания звонок в дверь, спрашиваю, кто там? Белла Ахатна Ахмадулина. Ахмадулина, это я, я узнал ее голос сразу. Я открываю дверь, и не боюсь с ней еще знакомо. Я говорю, здравствуйте, Белла Ахатовна. Она мне отвечает, здравствуйте, Евгений Анатольевич. То есть она узнала где-то, как мое имя, отчество, все. Потом так посмотрел, я говорю, слушай, давай-ка на ты перейдем, я чувствую, история, жизнь длинная будет. Так она права и оказалась, понимаете, в чем дело. И это, на самом деле, там никакой фальши не было. Хотя, это еще, это был первый самый, значит, это не было изданием как-то, ни космополитическим, ни почвенческим, ни какое-то направление, как Ковалев. это был настоящий плюрализм, которого все вот эти годы пытались достичь, но все равно все рассорились, разошлись по своим квартирам. А там, например, я и говорю, что с одной стороны, значит, язвительный специалист по возрождению, Леонид Баткин, все знаменитости потом стали, стали знаменитости, потому что его тоже прижимали, и все. И вот Виктор Тростников, неофит, значит, преподавал в МИИТе, за метрополю его выгнали из МИИТа, значит, они все время перепирались, так это, но интеллигентно, значит, например, Баткин говорил, да, говорит, был я вчера в Малаховке, где наш Витя Тростников обрел свою бессмертную душу, вот, Тростников ему тоже что-нибудь такое отвечал, что о безбожниках, которые, значит, довели страну до советской власти и так далее, значит, вот, и я и говорю, что там был крайний модернист Генрих Сабгир, например, и абсолютно классический Семен Липкин или Инна Леснянская. Главой его, конечно же, был, и мотором был Василий Павлович Аксенов, это уж без всяких сомнений, так, и это для него было детище, и он мне потом говорил, что это одно из самых главных событий в его жизни, альманах Метрополь, это уж было, значит, делали его, у него к тому времени умерла мать, и в квартире его покойной матери на Красноармейской делали альманах Метрополь, в маленькой однокомнатной квартире набивалось человек 30, наверное, и я вам скажу, что не было такой, вот термин тоже Аксенова, не было звериной серьезности, мы делаем большое дело, все это было весело, шутливо, вот есть даже фотографии, снятые в той комнате, их можно посмотреть, понимаете, звериной серьезности не было, это терминология Аксенова, который очень много сделал для новой литературы, и когда я спросил Вася, а что это за такая звериная серьезность, он говорит, а ты иди в зоопарк, посмотри, там звери в клетках сидят, они все такие серьезные, серьезные, и у нас было две категории людей, одни хотели быть в альманахе, но их не взяли, а другие, значит, им предлагали, но они боялись участвовать, потому что думали, что что-нибудь может нехорошее, быть в чем они правы были, тоже, тем не менее, значит, альманах мы это сделали, его перепечатали 12 экземпляров, их всего у нас, видите, вот такие вот, вот он, пожалуйста, 12 экземпляров, теперь, значит, смотрите, это не просто там, как эта стопка бумаги, это издание, в 12 экземплярах мы сообщили, что мы издали его, в 12 экземплярах, обложка это делал Давид Боровский, главный художник театра на Таганке, идея у него была, это цвет, как мраморная плита, похороненные рукописи, которые не печатают, значит, вот эти вот завязочки, я помню, как он ругался с исполнителем, он говорит, я тебе сказал, шелковые завязки сделать, а ты мне сделал грубые, это не негодиться, переделывай, еще у него была идея, чтобы еще пошить, чтобы еще пошить, холщевые мешки, чтобы можно было носить, вот этот альманах, как хлебников рукописи носил, в наволочке, вот примерно так, вот так, но только не успели, с холщевыми мешками, потому что разгромили, альманах со страшной силой, вот, значит, марка альманаха Граммофон, это специальная работа Боариса Мисселиробова, мы во многом время это ведь опередили все-таки, потому что то, что сейчас называется вернисажем, или там еще как, вот мы хотели сделать вернисаж альманаха Метрополь, мы собрали деньги для этого, значит, это самое, и идея Аксенова была, значит, тоже, он говорит, у нас мы соберем, там были режиссеры, писатели, художники наши, друзья все, значит, в кафе «Литм» мы хотели собраться, и, значит, он говорил, что у нас никакой еды не будет, там калачи, красная икра и вино, значит, и среди этой публики интеллектуально будут ходить модели, тогда их мало еще было, красотки модели, Аксенова говорит, они будут как цветы среди вот этих все, какой-то розы или лили, что ли, значит, для этого цели сняли кафе «Ритм», где сейчас находится не то, на улице, сейчас она называется, этого, там, фучика улица, так, вот, и, значит, там, значит, хозяина, тогда хозяев не было, директор заведения был друг Олежковского и Ахмадулина, все приготовили, все, но нас вызвали, собрали целый секретарь от писателей, идиоты, потому что другим надо, страна развалилась, надо было этим заниматься, а не какими-то там альманахами, значит, и вот есть эта стенограмма, я ее посылал, значит, это самое, ее перепечатали, ее напечатали, собрала, то есть у меня были пометки, вот эти, я ввел, стенографировал это заседание, что вызывало крайнюю злобу у начальства, вот, значит, они сказали так, если будет вернисаж, то всех исключат из союза писателей, мы полночи совещались, решили гусей не дразнить, отменили вернисаж, вот, значит, но они из этого устроили, черт знает что вообще, потому что, значит, вернисаж-то отменили, но я, например, пошел, потому что позвали людей, они предупредили их, что не будет им вернисажа, причем отношения были разные, спятили окончательно тогда они, по заказу союза писателей, спятили, например, вызывали в горком партии режиссеров, позвали в министерство культуры Юрия Петровича Любимова, и сказали, что вот вас пригласили на так называемый вернисаж, это провокация, все, на что Любимов им ответил, я вообще-то туда и не собирался, но раз вы говорите, я уж обязательно пойду туда, значит, и тем не менее, значит, это самое, мало того, что отменили вернисаж, значит, на кафе, на дверях кафе было, значит, закрыто по техническим причинам, якобы там что-то, какие-то тараканы, обновлено, я подошел туда, чтобы встретить людей, и сказать, что не будет, смотрю, кругом, черные волги стоят, значит, в переулках, куда-нибудь, и смотрю, идет корреспондент, красавец, Ажан Франц Пресс, Ажан Франц Пресс, двумя красотками, значит, подошел к кафе, увидел технический перерыв, лицо его озарилось хищной улыбкой, и вечером трубили все голоса, голос Америки, немецкого масштаба, значит, это самое, отменили вернисаж, преследование писателей, и так далее, все это дело, то есть, сами себе и сделали, мне потом сказал знакомый американец, говорит, за такую рекламу миллион долларов дают, значит, и потом трубили несколько месяцев, вот я жил тогда, еще квартиры у меня не было, я жил в квартире покойной матери Аксенова в писательских домах на аэропорте, как-то летом жара, открыл окошко, из всех писательских окошек доносятся голоса, голос Америки про метрополь, значит, вот такая была история, ну, значит, не буду я, значит, долго об этом говорить, потому что были там и здоровые силы, нас хотели, значит, меня и Ерофеев исключили из союза писателей, тоже по-подлому, потому что выбрали самых молодых, нас только что приняли в союз писатели, но мы с ним можем гордиться тем, что в книге Гиннеса мы можем туда попасть, меньше нас никто не был в союзе советских писателей, а именно 7 месяцев в 13 дней, вот, значит, нас так и не восстановили, а Аксенов сказал тогда еще, если вас исключат, я, поскольку организатор этого, я тоже выйду из союза писателей, значит, полгода шла Тигомотина, нас должны были восстановить в союзе писателей, и мы поверили, и Аксенов поверил, потому что давал гарантии Михалков, что вас завтра восстановит, Аксенов тогда сказал, ведь все это вранье, что он придумал альманах, чтобы свалить на запад, у него слава была такая, что не надо было никуда ему никаких альманахов, переводился во всех странах, и так далее, так вот, значит, в тот день, когда нас не восстановили в союзе писателя, просто унижение было, сначала час меня мучили, потом Ерофеева, когда мы пришли и рассказали, значит, об этом, а перед этим мы сказали, что нас вызывает на секретариат, но завтра нас обещал Михалков, что нас восстановит, так, Аксенов говорит, если вас завтра восстановят, я послезавтра выхожу на какую-то ревизионную комиссию, он какой-то член, там что-то был, и остаемся жить здесь, он сказал, я тут помню фразу, и когда мне какой-то мерзавец говорил о том, что Аксенов придумал альманах, чтобы свалить на запад, ложь откровеннейшая, это ГБшная версия, писательская, нас не восстановили, мы как злые, как собаки, молодые были, вышли, нас встречает знакомый корреспондент Нью-Йорк Таймс, и появляется на следующий день статья в Нью-Йорк Таймс, подарок Союза писателей к столетию Сталина, как раз 21 декабря 79-го года, после этого Аксенову разрешили уехать на запад и читать там лекции, он уехал, значит, тут же его и еще несколько человек лишили гражданства, так что вот, что я вам уже рассказал, делайте из этого вывод сами, по-моему, и он никуда не уехал бы под Нью-Йорк, значит, так, так сложились уже обстоятельства, и вот он уже на западе, а альмонах продолжает здесь существовать, значит, причем, значит, я знаю других писателей, довольно известных, часть из них уже умерли, значит, он, Трифонова, нет того, нет другого, значит, их обходили, к ним приходили сотрудники КГБ расспрашивать о жизни, и говорили им, что первым альмонахом будет заниматься союз писателей и занимается, вторым уж, извините, будем заниматься мы, и они по-честному все это сделали по-честному, потому что после этого альмонаха Метрополь еще был альмонах-каталог, и меня, значит, мои друзья, совсем неизвестные сначала литераторы, пригласили в нем участвовать, я подумал, да черт с ним, я как сибирский человек не привык, чтобы мне по морде дали, и чтобы сдачи не дать, так вот, в качестве сдачи я участвовал, и один из создателей альмонаха, как каталог, уж им-то точно занималось ГБ, только ГБ, а не союз писателей, потому что там в преамбуле было обращение к министерству культуры, что мы просим взять министерство под крыло свое, потому что у нас разногласия с союзом писателей, как у Синяшского, эстетически, в основном, вот, и, значит, тоже, там, тоже не было никакой антисоветии, никакой, но было, значит, самое, как бы вам сказать, не хочу затягивать эту беседу, когда меня как-то вызвали в ГБ, значит, и там лежит моя книжка на старе, изданная в Америке, я на следующий год после Ромонаха издал книгу, одну, вторую, третью, не стал издавать, чтобы не было рецидива, чтобы я, я не хотел уезжать, я не хотел ни на Запад, ни на Восток, ГБшник, на старе у него лежит моя книжка, вернее, не книжка, а ксерокс, он мне говорит, это вам знакомо, я говорю, что? Он говорит, да вот это, а я говорю, а что это? Он говорит, как что это, ваша книга, я говорю, а вы знаете, что книга имеет переплет там, то есть, а это стопка бумаги, значит, ему говорю, это стопка бумаги, но там написана ваша фамилия, я говорю, ну я же не буду вам приводить грубые анекдоты о том, что написано на заборе иногда бывает, я говорю, теперь я вас хочу спросить, как специалиста своего дела, вот вы мою книгу знаете, вы ее читали, там есть криминал, он говорит, что вы имеете в виду, я говорю, ну, на статью 70, например, по которой дают 7 и 5 по рогам, или на статью 190, антисоветское, значит, изображение кривитническое, тот подумал, подумал, говорит, нет, нету, говорит, я говорю, а что же там есть-то? Он думал, думал, говорит, сгущенное изображение отдельных недостатков социалистической действительности, так вот, эту терминологию можно и ко всему альманаху было применить, ничего дурного литератора сделать не может, он не политик, не экстремист, он просто пишет, а уж как уж он пишет, уж извините, и если правители умные люди, то они любой его текст смогут использовать для своих целей, даже если он написан как-то так вот, им кажется, дерзко, слишком, что под нашим чутким руководством, и такие могут быть произведения, вот это все, что можно рассказать про альманах, потом, значит, мы его носили, ведь мы что делаем, мы все обставили со всех сторон, его носили, издательство, советский писатель, там, я помню, мы его принесли, на нас посмотрели, как будто мы гроб несем туда какой-нибудь, ВААП продавали, Всезоюзное агентство по авторским правам, которое должно было продавать книжки на Запад, и заключать договоры, мы предлагали это сделать, отказались, ваши дела, но я был бы лукав, если бы я не сказал, что мы этого не предусмотрели, а мы это предусмотрели, слава Богу, и два экземпляра альманаха, а именно вот в таком вот виде, не на фотопленках, которые в каблуках прячут, не еще, то есть не какие-то там, а вот именно в таком виде, один увезли во Францию, а другой в Америку, и поэтому, когда разгромили окончательно Метрополь, сказали, все, это значит, такое мерзкое зрелище, то есть мерзкое дело, то как-то нам было плевать, потому что экземпляр уже был и в Америке, и во Франции, и там, и там он вышел, значит, русское издание альманаха Метрополь было, через некоторое время, вот сделали сначала они репринт, американцы, артис, через некоторое время они уже сделали в типографском виде настоящую книгу, это, ну, год-то один и тот же, вот, но прошло время, время-то прошло, и вот издание уже в новые времена, уже в России, это значит год какой, 91-й год, вот, издательство «Текст», понимаете, вот, и вот все, что я могу сказать о Метрополе, понимаете, потому что и у всех, кто в нем участвовал, значит, это самое, ощущения вот такие же, как у меня, это было чистое, веселое дело, так, и старик, у нас старый, самый участник Метрополя, был Семен Липкин, 11-го года рождения, значит, так, а самый молодой Петер Кожевников, ему тогда было 25 лет, а Липкину уже было, если 7, 79-й, минус 11, 60, сколько, 68, что ли, 68, Липкин где-то в интервью сказал, что это первый раз в истории, второй раз в истории советской власти, кто, когда никто не покаялся, хотя от всех покаянки требовали, его спросили, а первый раз, какой был, а Кронштадтское восстание, он говорит, 20, какого там года, значит, так, вот, и я не знаю, я не собираюсь переоценивать Альманах, но только одно, сейчас уже известно, это самый крупный, последний скандал Брежневской, этой эпохи коммунистической, перед этим были скандалы, значит, с Нобелевской премией Пастернаков, потом был скандал на весь мир, когда посадили Синявского и Даниэля, вот этот тон тоже, потому что гудели тогда все и голоса, и в СССРе все знали, значит, об этом, так что вот такой Альманах Метрополит, теперь исторический факт в истории литературы, а что будет дальше, откуда я знаю, может, его будут читать, может, не будут, потому что в это время уже вторая культура вовсю развивалась, и даже были на самом деле более такие экстремистские издания, диссиденты появились, все, что мы не были диссидентами, вот в чем дело, это все было, мы писатели, а писатель, это лучше, чем политик, он выше, чем политик, потому что писатель может политика описать в соседении, а политик не может, он напишет какую-нибудь чушь, типа там мелкобуржуазный, там что-нибудь такое, анархистующие элементы, вот такое бы, и, конечно же, возвращаясь к этому, без Аксенова этого невозможно было бы сделать, потому что и его авторитет, и его ум, и писательское качество, вот у меня, например, здесь, в Альманахе Метрополь, значит, большая подборка рассказов, 13 рассказов, значит, сначала, когда смотрели еще рукопись, у нас же все было, как вы знаете, у нас были рукописи, рассматривали, значит, мы, верстка была, была машинистка, Таня, который, значит, с ней общался я, и знал ее Аксенов только, и Ерофеев, держали в тайне ее имя, потому что, ну, чтобы не забрали у нее, она известная была персона, она для журнала «Юность» печатала до этого, все люди любили литературу, она, например, когда ей говорили, ну, чего вы так, Таня, медленно работаете, она говорит, я творчески работаю, мне прежде чем вот напечатать, у меня должно быть настроение, текстом должна проникнуться, все, значит, вот, и без Аксенова это было бы абсолютно невозможно, потому что авторитет, я говорю, был таков, что понятно было, что он, значит, Аксенов, ну, ну, что живой, энергичный человек, который не боялся за всю жизнь ничего, и который одно время, если что-то он мог кому-нибудь и засветить, значит, если его оскорбил кто-нибудь, например, значит, и однажды, я помню, мы с ним идем, значит, Виктория Токарева, знаменитая писатель, сейчас все уже в возрасте, почти никого нет на свете, она говорит, здравствуй, Вася, лидер оппозиции, да, а тогда это звучало, какая может оппозиция, когда Брежнев правил, правит и будет править еще тысячу лет, и будет правило.